Первое, что удивило болельщиков матча против университета, это, конечно же, состав. Например, вместо Андрея Климовича в рамке дебютировал Данила Ермаков. А опытнейший Алексей Цыганцов вышел с капитанской повязкой. Второй раз болельщики, привыкшие к вязкой и осторожной игре Волжан, удивились на восьмой минуте, когда мяч после удара Даниила Маругина уходил в штангу. Но потом все-таки пересек линию ворот. После этого в дело включился Ислам Аль Султанов, оформивший дубль. В итоге соперники уходили на перерыв при счете 3-0 в пользу «Волги». Мы получили то, что хотели. Мы получили очень сильный спарринг. То есть все, что было КФК для молодых парней, я думаю, это самое лучшее, сыграть с командой практически первой лиги. Мы получили то, что получили, но опыт, несомненно, они получили большой. Второй тайм и вновь полное доминирование желто-черных. На помощь подопечным Андрани Кабабаяна пришли даже футболисты соперника, один из которых на 61-й минуте оформил автогол. Такой расклад не устроил Волжан, которые вышли на поле с нескрываемым желанием забивать своими силами. Поэтому спустя 4 минуты мяч вновь влетел в ворота университета. Вновь взятие ворот праздновал Ислам Аль Султанов, оформившим таким образом первый хет-трик. После этого игра немного успокоилась, но уже в добавленное время точку матча поставил еще один нападающий Волге Джамал Дебергаджиев. Поздравляю всех с победой. Благодарю игроков за проделанную работу. Радует, что много забили. Могли забить еще, к сожалению, реализация подвела. Но, как говорит один известный тренер, 6 еще надо забить. Поэтому в этом плане мы довольны и рады, что нападающие забили. Ну а так, по большому счету, эта игра уже прошла. Мы думаем уже о следующей игре. В следующем раунде Кубка России Волгу ждет поединок с Уфой. С этим же соперником желто-черные сыграют и в ближайшей игре чемпионата страны. Очередной игровой уикенд подопечные Андрани Кабабаяна проведут в столице Башкортостана. Продолжение следует...